У многих из нас были похожие игрушки, а под елками стояли точно такие же Снегурочки и Деда Мороза. Тогда мы с нетерпением ждали Нового года и знали, что обязательно произойдет чудо, и главный новогодний волшебник обязательно оставит подарок под красавицей елкой. Погрузиться в волшебную атмосферу светлого прошлого сегодня предлагает историк архитектурный музей-заповедник Рязанский Кремль. Здесь вам обязательно покажут, в каких карнавальных костюмах детей отводили на утренники, расскажут историю новогодних елок и елочных игрушек. Самые ранние игрушки у нас находятся в бедрине. Это игрушки, выполненные в основном из ваты, такие простые игрушки. Далее появляются игрушки, изначально праздновали Рождество, то есть какая-то рождественская тематика. Потом пошли игрушки уже советского периода со звездами, серпом молот изображен. Потом покорение космоса тоже, как бы космонавты, игрушки елочные с фигурками космонавтов. У нас очень много Дед Морозов представлено различных периодов, и из папье-маше, и из ваты, и из пластмассы. То есть это тоже вот, ну я думаю, что все игрушки, они как бы имеют свою какую-то ценность, и они рассказывают нам об истории бытования того периода, в котором они и использовались. Кроме того, это не просто выставка, а выставка интерактивная. Здесь можно примерить различные костюмы и сфотографироваться в них, угадать, какие продукты были на новогоднем столе в советское время, и даже своими руками сделать праздничный сувенир, который украсит вот эту елку. Семья или ребенок отдельно, или родители могут прийти, сделать поделку своими руками. Алгоритмы мы подаем, для этого у нас есть вот такие плакаты, то есть люди могут от чего-то оттолкнуться, посмотреть, что можно из этого сделать. Это может быть большое количество разнообразных скульптур с использованием природного материала, это могут быть открытки, это могут быть какие-то фонарики, флажки, то есть все-все-все, все что угодно. И в дальнейшем эти люди, сделавшие такие поделки своими руками, они принимают участие в конкурсе «Украсть нашу елочку». Интерактивная выставка «Елка в СССР» будет работать до 15 января. Даже в новогодние праздники с 10 до 18 часов вас будут встречать Дед Мороз, Снегурочка и сотрудники музея, которые кому-то напомнят, а кому-то расскажут, как же праздновался Новый год в советское время. Субтитры создавал DimaTorzok